Всем приветики! Я хотел бы вам показать, как я включил отладку на телефоне, при том, что там не работает экран. Я уже раньше записывал видео, где сказал, что этот телефон облил водой и там погас экран. Но при этом я смог включить отладку на телефоне с неработающим экраном и, подключив его к компьютеру, управлять полноценно телефоном, видя все, что там делается на компьютере. Как я это сделал? Получается, все благодаря второму экрану, который я купил. Его подключаем вместо старого экрана, который я вышел из строя, и все работает. Вот шлейф экрана, и сюда можно подключить новый экран. Для наглядности я покажу, что он действительно не работает. То есть вот мы его подключаем. Все, экран подключен. Нажимаем на кнопку включения. И видим, что ничего не происходит. Перезагружаем. Он, кстати, почему-то именно после перезагрузки раньше давал изображение. Но когда блокируешь экран, изображение гаслое больше не появлялось. Вот видно было только что, что вибромоторчик двигался, и звук был слышен. Подвигался вибромоторчик, и слышен был звук, но изображение не появилось. Почему? Потому что экран сгорел. То есть после перезагрузки сначала на сколько-то секунд появлялось изображение, а потом перестало. Потому что экран сгорел. Видимо, что-то на платье каратит и сжигает экраны. Поэтому отключаем этот экран от платы. Шлейф этого экрана отключаем. И подключаем другой экран. Получается, ложим его так, как он должен лежать. И в таком порядке подключаем шлейф. Хотя, может быть, и можно вверх ногами, но я не пробовал. Что будет, если вверх ногами подключить? Вот, подключаем. Батарею можно не отключать. Сразу я думал, что надо отключать, вдруг сгорит. Но до сих пор не сгорел новый экран. Хотя даже так и не отключаю батарею, я подключаю. Дальше перезагружаем. Перезагружаем телефон, и после перезагрузки... Вот, после перезагрузки появляется изображение. Почему-то всегда после перезагрузки. Но потом оно гаснет. То есть, вот, перезагрузил, оно появилось. Когда оно дойдет до экрана рабочего стола, если на рабочем столе заблокировать, все, оно уже не загорится до следующей перезагрузки. То есть, там что-то с платой. Вот. Ну, и в данный момент оно погасло. Да, погасло. Ну, вот такими вот темпами, периодическими перезагрузками, я дошел до того, что оно пора... ну, работало и не гасло. И вот, когда случился такой момент, что оно работало там несколько минут, я успел зайти в настройки, включить отладку, включить отладку по USB, разрешить все подключения. И, после того, как все было включено, все разрешено, можно уже было подключиться к компьютеру и на компьютере видеть экран телефона. То есть, получается, здесь он не горит, а на компьютере горит. Ну, так-то он горит, просто здесь не видно. Вот. Что-то с платой. И вот таким вот перезагрузками у меня получилось. Ну, а, кстати, не лишним будет отключить батарею, потому что оно вот если полежит долго, оно как-то дольше потом работает. А че? Ну, короче, видимо, когда там все эти элементы разрядятся, или что, оно потом, экран дольше работает, а когда оно все время под напряжением, оно потом меньше работает. Ну, да, сейчас вот почему-то не получается. Что-то на плате сразу вырубает экран. И вот именно почему-то... Хотя еще зависит от яркости экрана. Когда стояла минимальная яркость у меня, то экран работал и не думал выключаться. А когда стояла яркость повыше, то экран начинал моргать, моргать, и в итоге газ. А так как при включении яркость ставится максимальная, то, соответственно, он гаснет. Вот. Короче, таким вот образом я смог включить отладку. Когда мне повезло, и оно загорелось и долго работало. Так что, это как такой выход из ситуации, если вы боитесь потерять свои данные. Если вам не страшно, можете сразу занести в мастерскую, но я именно боялся, что после ремонта он может вообще перестать работать, и я потеряю свои данные. И поэтому я вот нашел такой выход. Ну, а на этом все. Всем пока!